всем привет с праздниками вас с рождеством если вы отметили или если вы готовитесь отмечать в канаде в сша рождество это центральный основной праздник в году подготовка к нему начинается сразу после дня благодарения а это октябрь в канаде и ноябрь сша и вот эти два месяца ноябрь декабрь основная тема рождество где отмечать с кем какие подарки и все эти декорации и в этом видео я расскажу об особенностях как отмечается рождество в канаде расскажу о отличиях с предыдущим годом и надеюсь заряжу вас такой праздничная атмосфера потому что если вы сами себе не создадите праздника праздника не будет а я беру что вы можете классно отпраздновать если в душе у вас есть свет и тепло как видите я одета достаточно по-домашнему потому что рождество это домашний праздник это тот день когда собирается вся семья на днях я встретила женщину которая сказала мне что у нее в доме на рождество собиралось 74 человека ясное дело что дама уже была в возрасте поэтому дети внуки и правнуки но тем не менее меня запечатлило и как правило до собирается вся семья но при этом нет такого чтобы все там как-то наряжались особо поэтому и я решила вещать показывать вот так по-домашнему с чего начать в первую очередь для меня рождество здесь ассоциируется с огнями мне очень нравится как люди украшают свои дома как снаружи так и внутри внутри конечно есть елка есть разные украшения это нам знакомо но вот снаружи они не ленятся они достают стремянки они лезут на крыши и протягивают гирлянды это конечно передает вот эту атмосферу праздника необыкновенную днем это все не так красиво выглядит а вот ночью когда зажигаются одни происходит полное перевоплощение улиц и будто попадаешь сказку это может быть я такая впечатлительная мне очень нравится просто ездить вокруг или ходить вокруг и смотреть на эти декорации проводятся конкурсы у кого более украшен дом и на улице около меня победил и в этот дом победитель сейчас видите на экранах он был полностью украшен в огнях со скульптурами очень красиво машина останавливались выходили фотографировали и даже в огне там шла анимация санта клауса очень хозяева не поленились заморочились мне этот дом заполнился в этом году как конечно самый сказочный не все украшают дома не могу сказать что это прям традиция что каждый дом будет украшен но на вскидку процентов 60 украшают даже если это будет просто одна гирлянда протянутая по краю крыши она будет это это замечательно я конечно сама гирлянда не вешала немножечко боюсь но я просто любуюсь других людей и что мне еще нравится днем конечно когда гирлянда так не выглядят это просто проводки есть другой вид украшения это когда надуваются фигурки и не просто фигурки там санта клауса банально а могут быть фигурки поп культуры миньоны или йода и так проезжаешь и смотришь окей какие интересы у кого это очень красиво и украшаются елки если они растут на территории дома я на днях увидела звезду на верхушке елки я даже не знаю сколько метров одни и я понятия не верю как они эту звезду туда поставили наверное когда елка росла они как эту звезду установили так и дали ей расти вверх потому что никакая стремянка просто так вверх не доберется также украшаются общественные места службами муниципалитета к сожалению в этом году не было украшение парков чтобы избежать толпотворения в прошлом году вы увидите кадры стояла елка который играл огнями и везде были разные скульптуры установлены люди пели как найти эти рождественские песни как и фильмах видела а была своя атмосфера в этом году конечно этого к сожалению нет говоря о рождестве это католический праздник и поэтому в канаде в сша он празднуется 25 декабря в отличие от анатоксальной православной церкви и я не скажу что народ здесь религиозен но можно увидеть таблички с фразой christmas is about christ christmas да рождество это об иисусе и пожилые пары в основном выставляют такие таблички это их вид украшения их придворовой территории такая табличка о рождестве в этом году очень повезло и вышел white christmas что такое white christmas это белое рождество если переводить дословно а по сути это когда выпадает снег и все бело все нежно и красиво и как раз в этом году в рождественскую ночь начал падать снег так нападал что на следующий день дороги были очень не издабельны есть такое слово и я очень люблю когда конечно выпадает снег но только вот буквально несколько дней для красоты а так я выучила фразу что когда снега нет на рождество такое рождество называется green christmas это думала brown christmas к примеру коричнево потому что грязь слякоть да а оказывается такая фраза есть green christmas это значит рождество без снега а white christmas значит рождество со снегом и как раз в этом году в отличие от предыдущего был white christmas были и другие отличия от прошлого года ковид внес свои коррективы и в этом году в провинции онтарию разрешено по закону собираться только 5 человек в одном доме поэтому это рождество очень отличается особенно для канадцев это некая боль не встретить тех родственников которых ты встречаешь только раз в году на рождество хотя сказать что все канадцы слушается правительство я бы не стало видно что есть нарушители что у домов припарковано и по четыре и по пять машин что говорит о том что в доме как минимум пять человек а то и больше и это уже нарушение правил но рождество это святое поэтому собираются по десять человек но стараются не более этого потому что все равно особенно пожилая пара есть некий страх заражение ковид молодые канадцы дудное заширение пару дней назад я ездила на на вечеринку и обычно бы я просто поехала а так можно больше людей запихнули в одну машину а и припарковались не у дома чтобы у дома не было много машин не привлекать внимание копов как они говорят что еще отличает это рождество от предыдущего это шопинг как и говорила подготовка к рождеству начинается за пару месяцев и к черной пятнице уже половина подарков приобретена на черную пятницу покупается вторая половина и все все готовы и как правило вот в это время все молот торговые центры магазина не очень забиты много людей ходят и мне очень понравилось прошлом году просто походить по торговым центром потому что все эти украшения вся эта атмосфера очень красиво витрины магазинов что называется заморачиваются на полную украсить все этими огнями украшениями декораций очень очень красиво и все магазины полные этих декораций этого барахла можно купить все что хотите у всех завалено в домах разными декорациями я уже говорила что у канадцев что очень многовато барахла на мой взгляд но суть не в этом шопинг что отличается теперь так просто торговый центр некоторые люди вообще не ходят и что процветает процветает амазон просто у всех коробки вот я сейчас записываю кстати а ну-ка давайте посмотрим у меня много этих коробок потому что как иначе заказываешь и все приходит тебе на крыльцо и ты просто забираешь я когда по улице покажу и проезжаю смотрю что у всех коробки амазона стоят потому что это удобно это практично и плюс же это самый оптимальный способ сейчас делать покупки подарки и это отличает конечно прошлого года потому что в прошлом году есть такое понятие ярмарки были ярмарки рождественских ходишь и смотришь на всякие декорации присматриваешь ёлки присматриваешь разные сувениры и в этом году эти бизнесы страдают очень сильно но я замечаю что канадцев есть такое понятие как поддержать местные из-за ковида закрываются маленькие магазины и тем не менее люди стараются покупать у них чтобы поддерживать чтобы не амазону отдавать все деньги а немножечко так распределить и кстати о местных бизнесах вот допустим мне тут подарили упаковку мыла и прямо с этого городка который здесь недалеко женщина делает и у нее на чтобы поддержать такой вид благотворительности также здесь есть такое понятие как и драйв в прошлом году она была в этом году прикрыли когда стоят санта-клаусы у дороги призывают народ и ты можешь оставить еду которая не портится просто пожертвование тем людям у которых нет возможности если честно я не знаю в канаде у кого такой возможности нет потому что есть выплаты даже если вы тем более если очень не бедная семья у вас есть выплаты государства но тем не менее народ собирается дает очень много еды и не только вот такие кендрайв у дороги имеют место быть а также идет сбор банков еды в магазинах супермаркетах в джиме библиотеки стоят контейнеры куда люди могут оставить в основном даже эти банки или какие-то там печенье и порчащаяся продукция в этом году это прикрыли к сожалению потому что считается что это может как-то там повлиять на распространение вируса хотя если он там постоит три дня ничего не будет но что же мне там говорить и раз мы уже переходим к тому что у меня здесь и немножечко хочу рассказать о традициях традиции во первых это конечно же вот такие сюда складывается полно всякого парка в этом году это в основном салфетки санитайзеры маски и шоколадки а традиция происходит несколько сотен лет назад когда люди были бедные не было ничего не поесть даже толком и вешали свои носки люди дети на камин и потом на рождественском утре находили там какую-то еду какую-то мелочь сейчас же это просто остается традиция потому что поверьте здесь никто не голодает я даже не знаю сколько подарков получила даже не почитаю если честно может быть больше 20 потому что народ любит покупать любит покупать подарки любит их упаковывать обязательно в эту оберточную бумагу вот у меня тут остались разорванные клочья и если вот допустим такие пакеты дают то еще такую вот бумагу туда вкладываешь чтобы все было рождественское чтобы еще вам такого интересного здесь показать ну вот так все упаковывают открытки очень популярно причем их даже по почте могут пересылать а не просто рождественский цветок здесь символ тоже составил его можно купить продуктовых магазинах буквально за вот эта штука стоила мне 5 долларов канадских и мне нравится что мне ее не надо поливать цветок называется пласентия если я не ошибаюсь да и хорошо что не надо поливать там буквально раз в неделю болит и все конечно же конфеты столы ломаться от еды в основном это тюрки и дейка и картошка пюре с соусом основной пюре который я думаю есть у всех на столах здесь а так уже говорится по вкусам у нас на столе а был гуак с чипсами кто любит вот авокадо перемешку с томатами тоже мексиканская да но здесь она очень популярна можно такое встретить на рождественском столе и конечно же сладости конфеты здесь особо не едят европейские конфеты много своих всяких шоколадок там от месли и эрси но на рождеству интересно народ закупает феррера как у нас хотя так обычно в течение года никто даже эти конфеты не ест потому что здесь свои американские бренды а на рождеству все такие рафаэлла феррера это как у нас основная сладость не хватает у меня здесь еще одного символа это амёла ей украшают дома входные двери по-английски и это основные основные символы и конечно же шапки санта клауса и лоски забыла сказать про ugly sweaters ugly sweaters я вам сейчас покажу рекламку которую видела на youtube и здесь как раз видно насколько вот много энтузиазма вокруг праздника ну просто так с ума сходит ну конечно все exaggerated это все преувеличено не настолько они прям так прыгают но тем не менее это основной праздник а и таким образом люди показывают свое объединение в семье что мы все с одного клана делая определенные выводы можно сказать что несколько искусственный праздник созданы благодаря маркетингу благодаря всем безделушкам декорациям но не создает настроение как ни крути и это настроение заряжает единственное что обидно это то что здесь вот рождество прошло и на следующий день некоторые уже могут даже все все 25 декабря конец пенитальная комедия убираем елку а у нас я знаю в моей семье было такое что елка и до марта стояла почему бы нет вы ее уже поставили она уже огнями горит украшенная радует зачем сразу убирать здесь рождество прошло а новый год это уже так это уже не семейный праздник это уже больше вечеринки где-то у кого-то в этом году этого нет поэтому давайте наслаждаться тем что есть вас наступающими и хорошего вам теплого настроения вне зависимости от того празднуете ли вы католическое жительство православное новый год главное чтобы счастье спасибо за просмотр и до новых встреч а